Вы слушаете Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством скайпа Кристиана Розенвальдса. Доброе утро, Кристиан. Доброе утро. Да, ну вот буквально час тому назад министр обороны Артис Пабрикс сказал такую вещь интересную, что у нас, в принципе, кризис не только вокруг министра здоровья, не только вокруг правительства, а кризис во всей стране, потому что количество зараженных, как мы знаем, зашкаливает. Латвия вышла на первое место по темпам роста заболеваемости ковидом. Ты согласен с ним, что действительно мы можем говорить о каком-то кризисе внутри государства или это преувеличение? Я думаю, что это не преувеличение. Ни в коем случае. Потому что на данный момент я думаю, что кризис действительно не только в ковиде. И, может быть, даже сам ковид у нас в том числе, потому что у нас есть кризис. Потому что мы должны сравнивать страны, которые мы видим рядом. Я только что вернулся из Дании, где я прожил неделю по дороге, я проезжал к Германии, вернулся обратно через Швецию. Ну, я извиняюсь, там уже ковид уже в прошлом. А у них тоже, по большому счету, как в любых странах, скорее всего, будет еще ковид. Как болезнь еще долго, и еще долго будут люди выставлять, врачи, диагноз ковид. Например, решила дать правительство, что у них ковид закончился как пандемия. Значит, это болезнь, которая похожа как грипп. Да, она есть, да, с ней болеет, да, с ней даже умирает. Но министерство внутренней силы справляется с ней. У нас этого нет. Есть, конечно, есть там причины объективные, связанные с медициной. Есть необъективные, которые связаны с тотальным недоверием людей к правительству и решениям правительства. Например, опять же, приходим обратно к датскому примеру, который я только что на себя увидел. Например, его успех в Дании, он связан как раз с тем, что, это тоже что-то описывало в Вашингтон-Полске, другие газеты мировые, это связано с очень большим доверием народа к своей власти. Если власть сказала, что делать, у нас одевать маски, она одевает. Если власть сказала, что можно не одевать, хотя сейчас тоже там есть, я встречал людей, которые опасаются, что, типа, ну, такой тотальной свободы, которая у них сейчас есть, ну, я тоже там немножко так ужасался, но ты заходишь в зал турнира, 5000 людей, полная арена, никто не в масках, никто. Даже наоборот, если ты надеваешь маску, тебе спрашивают, а у тебя что, у тебя сколько, ты зараженный? Да, там наоборот получается, да, и, с другой стороны, ты видишь людей, которые кашляют там где-то, ну, по периметру, я так немножко уже шал, я вижу кассиршу в этом, около кофейного автомата, который там кашляет, там по 5 минуты, ну, долгий кашель, потому что, как она может работать вообще сейчас в общепите, да, ну, еще раз повторяю, там все закончилось, ну, потому что люди верили и тогда, что нужно надевать маску и идти в локдаун, и верят, что не надо, потому что не справляются. Ну, еще раз говорю, и это связано с доверием, и доверие это не вопрос, который можно потерять или восстановить за один день, это долгий путь. Поэтому я был, может быть, и читал, я был сверх, таком, ну, недоволен тем призывом, который был только что от нашего президента, который написал такую речь, и не знаю, переводилась ли она на русском языке в том числе, и я был немножко в опыте, потому что вместо того, чтобы действительно прийти к народу или думать о том, как этот кризис уменьшить, начинать разговор с, ну, как я считаю, ну, как это, ну, с покаянием, с прощением, типа, ребята, ну, мы дошли до этого, мы, в том числе, я, президент, виновен в том, что у нас есть такая ситуация, я виновен в том, что раскол общества, что нам не удалось сначала найти какие-то слова, чтобы всех привлечь, сравнить эти с другими странами, что, скорее всего, это связано с доверием, мы должны все делать и перешагнуть этот шаг. Наоборот, продолжается та же риторика о том, что властью, в классе стремится авантуристы, которые хочут заработать очки на вакцинации, и против вакцинации оказываются виновны к всему, к тому, что произошло, не наши руководители, а это дураки, которые не вакцинируются, ну, это же, еще раз, ну, куда, ну, куда дальше? Ну, и вместо того, чтобы еще раз воспользоваться ситуацией, ну, наоборот, я даже считаю, что в последнее время по поводу самой вакцинации шла уже лучшая ситуация. И, на самом деле, опять же, это такая же, ну, если мы смотрим, как оба с тобой отца, да, от ты, что когда твой ребенок наконец-то осознал, что надо было что-то делать, ну, самое глупейшее, что ему сейчас говорить, ну, типа, ну, я же тебе же до этого сказал, дурак, где же ты был, типа, вместо того, чтобы его похвалить, ну, наконец-то прошел все, даже, ну, да, я был прав до этого, ну, зачем тебе навязывать это? Абсолютно. Надо, наоборот, прощить, а не начинать вспоминать старое и еще ругать за это, да. Ну, а вот там, я сейчас это тоже чувствую, например, я вижу многих людей, которые действительно перешагнули через этот, они были антиваксерами, а их или убедили, или заставили. Не важно уже. Ну, не важно, они уже там, ну, идем вперед, опоздравляем себя, что какой-то там двиг все равно в какую сторону, да, что, ну, опять, между этого начинается этот наш балаган, который, действительно, это вопрос, я считаю, не вопрос только кризиса правительства. Это, действительно, кризис у нас, действительно, очень расколотое общество. Может быть, кто-то там даже радуется за то, что начинается новый раскол между латышами и русскими, а сейчас между вакцинированными и невакцинированными. Но все равно, я, ну, действительно, нельзя без этого. Да, ну, вот интересно, это вот в продолжении того, что ты сказал, иногда хочется, я не знаю, тебе нет, хочется иногда, что уже начинаешь жалеть, что вообще заседания вот этих правительств, где принимаются ковидные решения, что они открытые, иногда даже тебе хочется, чтобы они были закрытыми, чтобы ты этого позора, я, извиняюсь, не видел. Когда правительство, у нас уже это было, сколько, недели тому назад, уже в стране ужас, что творится, в принципе, апокалипсис, да, правительство в течение часа обсуждает общий смысл темы такой, можно ли пенсионеру Иванову, да, послать уведомление о том, чтобы он вакцинировался, и рядом с текстом на латышском языке приложить перевод на русском языке. И при том, самое интересное, что мне кажется, что господин Каринч, то ли он сам не верит, что такое может быть, он все время говорит, подождите, подождите, так давно же мы это обсуждали, а почему до сих пор вы им письма на русском языке не послали? Ему говорят, вы знаете, ну мы обсуждали, господин премьер-министр, еще в апреле, ну тогда же вы не согласились, ну не вы, а правительство, поэтому мы теперь, говорит Минздрав, снова к этой теме возвращаемся. Но, я извиняюсь, люди умирают, но неужели для этого нужны какие-то часовые дебаты, чтобы решить такой простой вопрос, который во многих странах, где люди говорят на разных языках, решили вообще без всяких заседаний правительства, это же, по-моему, элементарно. Вообще, ты прав, с одной стороны, с другой стороны, ну секундарный вопрос это письма. Да, конечно, да. Я понимаю, я в принципе Это тоже такая формальность, которая действует, которая вместо того, потому что, действительно, то, что надо было делать, да, и то, что сейчас уже на самом деле происходит, там нету, действительно, не хватает информации о том, что будет, как действовать, потому что, даже, когда я должен открыть, и тут вопрос, почему там мне, как бы, не заострял внимание, потому что, когда я хотел найти нормальную аналитику, перед тем, когда пойти вакцинироваться, я сам, ну помнишь, я болел в мае, я до ноября, имею сертификат выздоровление, и сейчас я буду, там, в ближайшие дни, скорее всего, в воскресенье, пойти вакцинироваться, да, я хочу найти нормальную информацию, ну там, объективную, ну ладно, объективное, это твое же такое, слово уже непонятное, но, ну, нормальное такое, ну как бы, сравнение, как я могу получить по любому другому процессу, там, типа, что лучше, Samsung, iPhone или Sony, к примеру, сравнение и там подобное, ты думаешь, это можно найти в Латвии, на латышском языке? Нет. Нет. Это должен находиться, и тогда, это вопрос, который меня больше волнует, пусть будет на латышском, хотя бы на латышском, доступна вся информация, на нашем латышском языке, нашей в Латвии, доступна информация о том, какие есть сравнения, что лучше, например, там, типа, я даже нигде не получил такое нормальное объяснение, что, типа, Кристиан, ты проболевший, да, тебе Джонсон, ну, никак не нужен, ты уже проболевший, Джонсон, как известно, малая, как бы там, это инъекция, старого типа, инъекции с упрощенным вирусом, ты же уже его имеешь, зачем тебе он? Ты должен иметь или, это самое, модерн, или модерн, да. Что из них лучше, например, там, и тогда я начинаю разговор, там, один медик мне говорит, ну, нет, Pfizer, мы медики, сами Pfizer, а почему мы медики, Pfizer? Ну, потому что мы медики, Pfizer, а почему именно? Ну, вот так сложилось, а модерн почему лучше? Ну, модерн лучше для вас, для которых провалевший, ну, как бы лучше, ну, еще раз, вот это, вот это есть тот информационный фон, который мне предлагают, вот это мне больше волнует, вопрос в том, что да, мы можем опять заострить новый спор о том, что нужно ли вернуться к вопросу языка, это другой вопрос, но если мы говорим по COVID, мне больше интересует даже сама суть, абсолютно, и вопрос в том, что иногда они уходят из этого разговора, потому что не имеет четкого, нормального, выработанного механизма, и к тому же еще раз, ну, там же есть эти все, не знаю, факты, которые собраны, которые уже есть факты, то есть, да, да, есть много непонятного, и это адекватно, что там не будет все понятно, и там никто не может нарисовать, что будет с этой вакциной через, там, какие-то года, да, как она будет действовать, на то, что действует уже сейчас, что, типа, да, есть какие-то побочные эффекты, как, например, даже дурацкий вопрос, который я спрашиваю, когда мне, потому что я должен был вакцинироваться недели, две недели назад, но поскольку я продолжал пользоваться антибиотиками после того, пневмонии прошлого, вот я еще не смог, мне перенесли на две недели вперед, весь мой дом, который провакцинировался, он был, ну, как ты знаешь, там, типа, болела голова, все как описано, к тому же, как я понял, те, которые вакцинированы после ковида, у них этот, антитела протестуют против вакцины, это адекватно, это так должно быть, у них на самом деле компликации, не компликации, это не компликации, чувства, побочные такие, еще хуже, ты знаешь, а ты увидел где-то информацию, как я могу облегчить это все, например, больше чая, или, например, меньше чая, больше парацетамола, или меньше парацетамола, или парацетамола вообще нельзя, а что можно, а как, если две недели инъекции работают, как мне усилить свою иммунитет, иммунную систему, ну, к примеру, ты где-то это читал? Нет. Пусть на латышком, еще раз говорю, я сейчас не говорю о том, что еще создать на русском, перевести, и вопрос в том, что на самом деле на русском языке эта информация и сейчас уже намного более доступна, я сейчас не говорю о том, что призыв пойти и вакцинироваться, ну, извиняюсь, но без этого листочка я и так знаю, что нужно или не нужно вакцинироваться, и я думаю, что любой человек, который в Латвии живущий, работающий или как-то задействован в процессе, он точно знает, что до 15 января ему заканчивается возможность работать и тому подобное. Таких людей, по-моему, не должно быть по определению. Если мы не говорим про кого-то отдельно взявивающего пенсионера в Латгалии, который, может быть, на самом деле может жить и без вакцины, потому что если он настолько отдален, что он не знает, что 15 ноября этот срок, то пусть он живет спокойно и без вакцин, на самом деле. Да, это... Доля шутки в этом есть. Да, нет, ну вот интересно, что вот сейчас все сфокусировалось, мы понимаем, вокруг министра здоровья, его отставки, не отставки, и вот выясняется, вот это то, что ты говоришь, что мы говорим о проблемах с коммуникацией, ну так, в общем, между властью и народом, а здесь выяснилось, что есть проблемы у министра здоровья в диалоге с самими медиками, во время пандемии, вот тоже такая интересная ситуация. Я немножко его оправдываю, и мне жаль его чисто человеческий, потому что он, я не вижу в нем как бы такое старание сделать хуже. Нет, почему же это, да? Вопрос в том, что действительно он должен был думать или менеджировать две повестки дня, одна повестка дня, это то, что с одной стороны я, как Критин Розенвальд, ведущий федерации того же бадминтона, каждую третью неделю я ему звоню и говорю, слушай, ты что, дурак совсем? Почему ты не разрешаешь этим играть? Почему же не разрешаешь? Ну, к примеру, и таких людей, которые ему звонят и спрашивают, дай мне возможность открыть магазин больше метров и там подобное, у него, я думаю, каждый день по сотне, и он должен рефлектировать на этих людей, потому что их больше, большинство, окажется, я знаю даже по себе, а вот та твоя отрасль, которая внутри, ну, они же поймут, это же мои и там подобное, и оказывается, что самый трудный день как раз свои, в этом случае, в этом случае медики, они как раз являются те, которые самые неуслышанные, хотя он должен немножко выбрать и как минимум он должен был держать две повестки дня одновременно, и как я читаю своим студентам в лекциях, если мы смотрим на политику и связи с общественностью, когда это является не та функцией, чтобы угодить или понравиться, или там иногда просто там какие-то сплажки вывешивать, это очень трудная функция управления, которая занимается установлением связи с аудиторией, от которой зависят твои удачи или неудачи. Хорошо. И в этом случае то, что он не сделал, он, по-моему, не до конца оценил именно то, что самые большие возможные неудачи в его случае, это не от того, что он, Кристин Розенвеллс, скажет, типа, помолчи, подожди, не играй. это, на самом деле, меньше эффекта от, а вот самая большая аудитория, как раз у него эти были врачи, больницы и тому подобное. И, по-моему, видно, что он до конца это не осознал, это не было приоритетом его. Он больше, как ты помнишь его дискуссии. И к тому же, да, это действительно правда, и мы с тобой об этом говорили, на самом деле, даже год назад, даже год назад мы с тобой об этом говорили, что это тогда еще в Интелло было министром, что непонятно самое главное, например, что делают другие страны. Они параллельно за вакцинацией, параллельно другим вопросам, которые были в медицине, они все-таки строили эти возможные дополнительные места, создавали дополнительные так называемые койки и были готовы на кризис. Вопрос в том, что почему мы только сейчас начинаем переоборудовать гаражи в больнице под этим, и тогда министр ходит типа вот мы открыли. Это есть та главная ошибка, потому что если мы смотрим, помнишь, мы говорили об этом сравнении, что мне кажется, что Латвия находится в таком режиме, что дома заселился унитаз, мы строим у этого унитаза, вместо того, чтобы его почистить и очистить, мы строим у этого унитаза и принимаем дурацкие решения о том, чтобы больше пользоваться им нельзя, и как я смеялся, что получится, что мы от голода, потому что кушать нельзя, умрем при закрытом унитазе, вместо того, чтобы просто его чистить и нормально, сравнение то же самое и здесь, вместо того, чтобы думать о том, как на время, и потому что оказалось, что можно, что можно самаритик пригласить, можно каких-то медсестер привлечь, можно медсестерам, действующим медсестерам доверить побольше возможностей и тому подобное, и можно, на самом деле, оказывается, что, типа, когда у нас ковид, все остальные вопросы являются как бы аркан ситуации, не и там все можно принимать решения, но по поводу вопроса, чтобы прилечь медсестру на уровень врача, помогающему в ковиде, оказывается, нельзя, потому что там есть какой-то архитектакой стандарт, который его как грал, его трогать нельзя, но это то, что на самом деле поражает. Да, послушай, ну вот я не хочу сейчас, может быть, умничать, сейчас неуместно это во время пандемии, но все-таки, проводя вот аналогии, может быть, я скажу такую в какой-то степени банальную вещь, это все было закономерно, почему, ну вот, к примеру, я тебе позвоню, раз уж мы аналогиями сейчас говорим, я тебе позвоню и скажу, Кристиан, слушай, я так посмотрел, слушай, федерация у вас такая замечательная бадминтона, а я вообще управленец, а давай-ка я завтра, что называется, пармоню пэц, да, возглавлю твою федерацию, ты отдохни, ты устал, я возглавлю федерацию, ну, первый вопрос, которого ты мне задашь, скажи, слушай, а ты что-то вообще об бадминтоне знаешь, я скажу, я по телевизору видел две игры, как же я не знаю, я к чему сейчас веду, что, может быть, мне тоже жаль по-человечески господина Павлица, но, может быть, изначально, во время пандемии, как мы говорим, во время войны, человек, который никогда рядом с этой отраслью не соприкасался, да, ну, может быть, как пациент разве только, да, возглавил эту отрасль, и что мы теперь хотим, свои не понимают, но, может быть, беда в том, что медики не считают его своим, они считают, что я совершенно случайный человек, политик, может быть, неплохой политик, может быть, неплохой управленец, ну, в этом не понимает ничего, понимаешь, ну, ничего, или я не прав? Ну, частично, ну, как, ну, я не могу сказать, что не прав, но это твоя точка зрения была, я немножко не соглашусь, почему, потому что нормально было бы или правильно, было, или установлено по замыслу было так, что у нас есть, должен быть хороший технический персонал любого министерства, госсекретарь должен быть, тот, который понимает эту отрасль, у него должны быть, и даже если госсекретарь не понимает, у него должны быть, я помню, там, например, другие министерства, два-три так называемых ВСВ, ВАЛ-Секретарь, ВИТНИКС, заведующий госсекретаря, да, заместитель, который, вот такие маленькие со-министры по конкретным отраслям, не знаю, ну, я не знаю, вообще, какие департаменты есть у этого министерства, ну, я помню, самые большие департаменты, вообще, самое большое министерство, ну, это есть и образование, там, и региональных развитий, где есть, там, департамент среды, департамент IT-развития, ну, и там, потом, и каждый из этих замов является, там, ультрапрофессионал, как бы, в этом процессе, да, и это нормально, министр, как раз, он, это есть переходящая власть, он, там, от народа, надзиратель процесса, чтобы все было так, чтобы народу было лучше, и на самом деле, это одна из ошибок, которые у нас есть в госуправлении, как раз в другом, что эти министры, как раз приходят с идеей, что они лучше знают технические нюансы, вместо того, чтобы заниматься тем, что они должны заниматься чем? Они должны установить общественный политический контроль и создать, ну, так называемую рабочую платформу для, создать задачи и цели от народа, от политиков, от избирателей, для того, чтобы министерство выполняло функции, которые его политические программы заложат. Это должно так быть. Но еще раз говорю, на глазах, в реалиях, очень часто бывает то, что министр приходит как раз вот с этой платформы, которую я только что сказал, что он лучше знает, как пациент, и к тому же, чем менее образованный политик, тем менее, чем больше он знает о том, как все поменять. Он два раза стоял в кассе в больнице, он уже знает все, как-то надо все упразднить, очереди, это плод, ну, пример, вот этим ты прав. Но я не думаю, что это был Данис Павлиц. Он не пришел с идеей сразу там, он как раз пришел с идеей больше менеджировать. Но вопрос в том, что ты прав, что, например, мой совет ему, даже ему отправил однажды его по телефону, смс, что, типа, отойди от этого дурацкого ковида. Ну, у тебя, как министра здравоохранения, есть еще уйма интересных вопросов, которые должны помочь народу. Что помимо ковида есть и другие болезни. Помимо ковида, даже у самого ковида есть один вопрос, как с ним бороться, чтобы им не заболеть, а что делать людям, которые заболели. На самом деле, посмотри цифру, 200 тысяч людей уже заболело ковида. Это же огромная цифра, на самом деле. И у них, большинство людей, есть какие-то, ну ладно, я не знаю большинство, меньшинство, есть какие-то маленькие, какие-то, ну, в том числе, компликации. Или там, как бы, то, что говорил, там, передача Латвии с телевизором, есть лечение от ковида, во время ковида, есть, называемое лечение от этого долгого ковида, когда ты просто медленно приходишь в себя обратно. Хорошо. Завершая тему, или не знаю, не завершая тему ковида, я могу сделать такое, не то, что заявление, а успокоение себе и другим, да, и на самом деле, все не так страшно, в том плане, что это не является безграничным, я верю уже не в медикам, а математикам, что, если мы сейчас так будем жить, как сейчас, при том темпе заболевания, который сейчас есть, все закончится к весне. Ковид закончится в январе, потому что при той геометрической прогрессии все переболеют, будут люди, которые будут иметь иммунитет от своего переболевшего, или, да, скорее всего, будет людей больше умерших, чем, и это самое худшее, но, с другой стороны, это немножко успокаивает и другие, потому что людям, по-моему, нужен какой-то свет в конце, что это никогда не закончится, потому что два года уже подряд ты живешь в этом режиме, тебе точно кажется, что никогда не закончится. Нет, ребята, успокойтесь, это закончится, это закончится где-то в январе, да, это не закончится 15 ноября, это точно должно, надо признать себе, что такого не будет, но 15 января мы будем жить уже в другой стране, главное выжить, по большому счету, главная задача нам с тобой выжить, все. Это неоспоримо, но вот до 15 января, у нас еще есть время на размышления, вот все-таки возвращаясь к этой политической части, вот, а что сейчас делать, вот знаешь, из серии взгляд со стороны, а что сейчас сделать коалиции, правительству, ну, первая реакция вчерашнего у них была, что, ну, мы господина Павлица не трогаем, в принципе, с одной стороны, это политически понятно, потому что, ну, нельзя сказать, что правительство все тут ни при чем, и один господин Павлиц тут во всем виноват, с одной стороны, с другой стороны, они понимают, что если сейчас они вот сковырнут, простите за такое слово, министра, то, в принципе, все правительство может пасть, вот, что сейчас делать чисто политически, просто помахать пальчиком господину Павлицу и сказать, ну, слушай, на сей раз мы тебя прощаем, иди там с медиками, договаривайся, как хочешь, что вообще делать, на твой взгляд? Я боюсь каких-то предсказаний, потому что я не вижу центров, которые могут принять это решение, потому что, действительно, обществе расколото, и расколото, в том числе, политически, у нас есть, нету ни одной такой большой сильной партии, все партии являются такими, недобирающими 15% аудитории, и это на самом деле плохо в том, что ни один из них не имеет какого-то мандата прийти на лидерство в этом процессе, да, может быть, есть какие-то там старые олигархи, которые когда-то принимали решение, мы сами их упразднили, хотя в этом случае как раз они нам бы понадобились, потому что иногда, может быть, двумя-тремя крестным отцам принять решение было бы намного проще, чем этот, назовем это честно, детский сад, который там сейчас в этом процессе, да, ну, это было опять плохо, сами понимаем, что такого типа решения это плохо, потому что, я, да, была еще надежда на президента, что, может быть, он понимает, что нужно что-то менять, как минимум, я считаю, что правительство давно уже уставший металл, потому что она не имеет доверия даже у своих, которая их поддержала, в том числе и вакциниров, и они, и еще больше не имеют потенцировакциниров, как бы доверие, я считаю, что должно было быть новое, там уже сам знаешь, вот тебе только что упомянутый пабликс, один из кандидатов к премьеры, и на самом деле это был не самый худший вариант, потому что там металл должен быть немножко обновлен, но, но, если он будет обновлен косметически, и просто та же коалиция с теми же установками, без этого покаяния, без того прощения, все начнется как бы в продолжении того, что было, и не создав, не на копейку как бы осознавая эти ошибки, которые были, ошибок не было, просто поменяли, тогда нет смысла менять, тогда это еще хуже, потому что на самом деле это еще, это добавляет инерции плохому течению, они даже не останавливают и не меняют течение в хорошую сторону, хотя, ну, по поводу Пабрикса, я точно верю, что он, как доктор по литологии, он это может понять, он должен это понять, что там нельзя просто поменять, потому что он сам будет, ну, никакой, если он на это согласится, есть ли возможность обновить этот металл действующий, я не знаю, я не верю, я не верю, единственное, что я верю сейчас, то, что они сами делают, интуитивно или даже специально, что это то, что я упоминал и упрекнул того же президента, это паразитирование на конфронтации вакциниров и антиваксеров, создавая повестку дня, что типа мы живем плохо не потому, что мы плохо управляем, а потому, что у нас оказывается есть половина или треть народа дураки, мы показываем их на пальцах, мы их чуть не ставим, ну, по большому, что как я смеюсь, до конца лагеря это там недалеко, да, и когда я вижу, что типа все эти призывы, что их нужно, ну, угнетать, ставить в угол, ну, извиняюсь, но там действительно 37-й год отдыхает в большом случае, на самом деле отдыхает, и, ну, вот это выслать их подальше, да, и оказывается, что мы живем в стране, которая каждый год по три раза вывешивает черные ленточки у флага, потому что мы не должны забыть, да, и одновременно мы готовы дискриминировать полнаселения, потому что они являются неправильными, да, и тогда вопрос, зачем эти паски выресивались, почему мы от этого выучивались, ну, ничего. Да, ну, вот это продолжение твоей темы, это вот то же самое, когда, ведь из-за чего произошло очередное обострение в отношениях Павлюца и медиков, то, что Павлюц неосторожно сказал, ну, мы вас сейчас мобилизуем, а кто не откажется мобилизовываться, уважаемые там врачи и медсестры, тем грозит уголовная ответственность, ну, это как-то очень странно, я понимаю, что у нас война с пандемией, но разве это метод общения вообще с медиками, что мы вас посадим, если вы не будете работать в больнице, даже никто не спрашивает о том, а могут ли они сразу работать в больнице, это, наверное, другая тема, мы не успеем это обсудить, но сам вот уровень общения министра с отраслью, что смотрите, мы вас все повестки пришлем, мобилизуем всех на фронт, а кто нет, в тюрьму, еще раз, я не помню формат, я не верю, что он пришел к медикам и сказал, ребята, у меня для вас хорошая новость, такого не было, это все-таки было, обсуждается один из вариантов, который действительно утек, или как правильно сказать по-русски, есть, да? Да, ну, да, утечка была, была утечка, то, что есть, извиняюсь, то, что есть, даже в мирное время, формат мобилизации, это, на самом деле, вряд ли кого-то новое, есть военное положение, есть мобилизация, ну, закон, то, что нужно было его так объяснять, почему нельзя было думать про другие варианты, но это опять же вопрос такой, почему не сделали по-другому, да, это действительно ошибка, Павлица, человеческая ошибка, я извиняюсь, иногда и у тебя, и у меня срываются какие-то слова, наступил на лужу, да, и сказал громкое слово, да, я считаю, это одна из тех, тех ситуаций, потому что, я допускаю, в каком режиме живет Данил Павлиц, который каждую минуту должен реагировать на то, что, с одной стороны, ему есть коалиция, в которой он ни на кого не может положиться, в которой все рывают, все в каждую свою сторону, и не является командой, и на самом деле, ты должен бояться, что тебе свои, из правительства, кинут первыми, да, это правда, ты должен время оправдываться, перед каким-то Кристианом, Розенвальцем, который звонит и спрашивает, когда можно будет играть в бадминтон, да, и когда можно будет открыть магазины, и когда может быть, там, у нас есть кружок по балету, и почему мы не можем заниматься, у нас же будет фестиваль общего балета, там, в Беларуси через два года, да, ну, все эти вопросы ты берешь вместе, я вообще не понимаю, когда Данил Павлиц говорит пару слов, и говорит их без фалсета, и без такого, ну, мать-перемать, я вообще не понимаю, как он прожил этот год, Бабик, представь его ситуацию, на самом деле, и из этого, эта ошибка, ну, она есть, вопрос в том, что он должен был быстрее его, как бы, быстро его, скорее, исправить, а с другой стороны, как его исправлять, потому что, скорее всего, в каких-то планах бобилизация точно действует, вопрос, это то, что я не понимаю, почему, потому что, я тоже знаю, что есть те же самарийцы, есть эти все возможные фонды, детские, красные кресты, другие, которые готовы идти на помощь, и вопрос, на самом деле, есть одна из ошибок, и это, на самом деле, ошибка, изначальная, хотя, я ее тоже понимаю, потому что, это центр управления, из-за того, что, то есть, в этом центре управления, который сейчас есть, это все там, и в министерстве медицины, и в правительстве, каждый же приходит с идеей, какой, не о том, что, Абик, у меня есть идея, как лучше сделать, для страны, у нас нету таких людей, которые думают про страну, на самом деле, у нас это, это только, А, вариант, психушка, да, или, ну, условно, больные, или все думают про себя, про мой бадминтон, как сделать так, что типа, чтобы они, что можно играть, да, это та повеска дня, которую мы приносим, да, и, безусловно, в такой ситуации, этот центр управления, он, закрывается, он закрывается, потому что, каждый, кто приходит, эта идея является, не государственная, а частная, и он закрывается, 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 и тогда, это одна из, на самом деле, больших проблем, что, например, когда, скорее всего, какой-то самарийц, или Красный Крест, или когда детская школа, обращается, тот же СПКЦ, или все равно, какие структуры, у нас есть предложения, но на них уже, ну, они настолько закрыты, в этих самых принятиях решения, что они даже не видят, и в этом, по-моему, вот в этом была бы суть политика, видеть эти диагнозы, которые происходят в управлении этого процесса, и там, как бы, задействовать, или принимать решения, ребята, вы не можете быть настолько закрыты, даже при том, что, ну, все приходят, и все придурки, утрированы, там может быть какое-то хорошее зерно, вы должны быть открыты, это вот задача политиков в этом процессе, вот это вот то, что должен был сделать Павлиц, как министр. Вот это, в принципе, в завершении очень хорошие слова, вы должны быть открыты, я думаю, что это такой вот, ну, такой совет на все времена, Кристиан Розенвальд, у нас был на прямой связи, посредством скайпа, большое спасибо.